Начнем, пожалуй, с рывков и прорывов, как обычно. В ближайшее время ожидаем роста цен на импортную продукцию. Электронная, бытовая техника, мебель, товары для дома, одежда и обувь подорожает буквально все, причем хорошо подорожает. Эксперты прогнозируют 10-15%, а это значит, что готовиться нужно к 25-30%. А в чем же причина такого резкого скачка, спросите вы? Для ватника ответ, разумеется, очевиден. Проклятые забугорные буржуины душат Россию-матушку, ну на то он и ватник. На самом деле все гораздо проще возросла стоимость морских перевозок. А вот теперь предлагаю поразмышлять, с чего бы это возросла-то? Может быть нефть в цене подпрыгнула, соответственно топливо вместе с ней? Нет. Ну может зарплаты морякам тогда подняли? Тоже не подняли тогда. Что послужило причиной? С какой радости дорожают морские перевозки? И вы знаете, я нашел ответ на этот вопрос. Там не совсем перевозки подорожали. Аппетиты жадной путинской кодлы выросли. Рассказываю. Так случилось, что по итогам 2020 года в России существенно просел товарооборот по вот этим вот самым импортным товарам. Более чем на 20% данный показатель рухнул. Но новоисследовало ожидать. Покупательская способность так и быть, скажу словами пропагандистов, показывает отрицательный рост. Денег нет у людей. Соответственно покупают меньше, соответственно воры недополучают. И придумали тогда воры повысить ввозные тамошленные пошлины с августа текущего года. Вот я сейчас вам показываю табличку. В правой колонке вы видите ставки таможенных сборов, которые действовали до августа 2020. В левой те, что действуют сегодня, как раз на 25% ставочки-то увеличились. Конечно, кто-то сейчас может возразить, не сходится что-то в твоей теории. К тому же наэпошлины увеличили полгода назад, а мы только сейчас сонное начинаем чувствовать. Так в том-то и кроется суть фокуса. До сегодняшнего дня мы с вами покупали товары, которые ввезли в страну по старым расценкам. Теперь те товары закончились. В магазины поступают свежие партии, за растаможку которых уже заплатили по новым тарифам. Вуаля! Правда, среднестатистический россиянин в экономических нюансах не особо разбирается. Ему непросто, поэтому одно с другим связать. И посему врать людям. Можно что хочешь. Не удивлюсь, что живые пропагандисты именно о злых заморских буржуинах начнут песни петь в обозримом будущем. Да начали уже, ну естественно, не про жадность же своих хозяев им нам рассказывать. Начинаем! Тьфу, а кто эти такой у нас проснулься, Димон? Надо же, и всего лишь ко второму месяцу года. Знаете, я, если честно, этому человеку звание заслуженного простачка или дурачка, нет, простачка Российской Федерации бы присвоил. Хотя тут спору о народном уже говорить. Димон как че ляпнет? Просто денег нет. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Один из немногих людей в России, кто способен говорить мемами. Вот и сейчас. Проснулся, значит, Димон. Как раз февраль начался, повторюсь, протер глазоньки. Ух ты! А тут страна протестует, оказывается. Ну и Димон, видимо, тоже высказаться решил с похмела. Правда, получилось, как всегда, глупо. Попробую процитировать это без смеха. Считаю гражданина Навального политическим проходимцем. Он авантюрными способами стремится залезть во власть. Недавно знакомый зарегистрировался в Твиттере. Он отметил среди интересов искусства, а ему рекомендовали подписаться на Навального. Разве это не вмешательство во внутренние дела нашего государства? Кто-нибудь объясните уже Димону, что рекомендации в соцсетях дает искусственный интеллект Железка. Ей неведомо, что она вмешивается или не вмешивается во внутренние дела какого-то государства. У нее есть алгоритмы. Вот ими она и руководствуется. Это Железка не за красных и не за белых. Она понимает только язык, цифры, единичка и нолик. Все. Хотя кому я лонное рассказываю? Это реальная журналистика. Не дурдом, а дурдомище. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Вообще, конечно, уже понятно, что нынешний год станет годом протестов. И чем ближе к выборам в Госдуму, тем больше протестов будет нарастать. Откровенное вранье пропагандистов уже не помогает. К тому же они и врать-то разучились. Простой пример. Данный скриншот сделал в воскресенье, когда страна в очередной раз вышла на улицы сайт Вести.ру вашему вниманию. Роскомнадзор и Генпрокуратура заявили о блокировке фейковых сообщений, касающихся митингов в социальных сетях. В интернете началось распространение информации с завышенными данными о числе участников протестных акций. Так, дальше неинтересно. В Москве, по данным пресс-службы какого-то там департамента, в митинге участвуют порядка 300 человек. Хотя в тот момент столичная УВД уже заявляла только о 600 задержанных. Я уж не говорю про вот такие вот кадры, которыми буквально был завален весь интернет. То есть, понимаете, да, пропагандисты даже в публикацию о недопустимости фейков умудрились фейк вернуть. Понятно, что этим шутам веры уже никакой. Ну да, мы отвлеклись. Дальше, как сказал, выше цены начнут расти. И тут ври, не ври. Но народной любви жуликам данное обстоятельство вряд ли добавят. Мы только недавно офигевали от роста цен на продукты, которые, как нам брешут, выросли всего-навсего на 14% нет. На 50 и даже на 70 в некоторых случаях народ еще от того не отошел. А теперь все остальное вверх взмоет, причем не поползет, а именно взмоет. Подорожание на четверть нельзя не заметить, потому что стоил телевизор небольшой 10 тысяч рублей, а стал стоить 12 500. Как такое можно не заметить? Я предлагаю зафиксировать цены на доллар, топливо, семечки, масло, хлеб, ну и все остальное, и зафиксировать это в Конституции. Не где-нибудь, а в Конституции, в основном законе. Потому что как только, я понял уже, вот я понял после лета, что как только мы с вами вместе зафиксируем курс доллара в Конституции в 64 копейки, цены на хлеб по 10 копеек, проезд на транспорт по 5 копеек, а звонок по телефону по 2 копейки, в эту секунду цены остановятся. И больше никогда, как бы ни менялись правители, они не будут двигаться. Второй момент, который будет способствовать росту протестных настроений, и как следствие росту числа протестующих на улицах, тупость и ограниченность наших властей. Мало того, что элиты с концами оторвались от народа и не понимают простых смертных, мы для них как китайцы. Че-то говорим, отчего они не врубаются, так ведь их халуи-уголька в топку подкидывают. Посмотрите, что ребятишки творят на тех же митингах. Полицаев, росгвардейцев уже исключительно как фашистов люди воспринимают, а они ведут себя как фашисты. Потому что 31-го мы снова это наблюдали, когда задержанных избивали до потери сознания в прямом смысле. Когда возили человека лицом по снегу. Когда заставляли стоять на корточках в Казани, в Питере, один придурок вообще боевой пистолет вытащил и направил его на людей. Ну этим ладно, простительно. Сегодня в полицию, а больше в Росгвардию, конечно, всякую шваль отмороженную берут, от них ничего не требуется. Образование 10 классов, стены башкой прошибать можешь, все, подходишь. Так идиоты от режима еще и провокаторов придумали для красивой картинки под телевизору. Вот дурак, провоцирующий толпу на агрессию 23 января. Провокация послужила для гестаповцев неким сигналом к распусканию рук. А это уже кадры с митинга в минувшее воскресенье. Провокатор делает вид, будто собирается напасть на ОМОНовцев сбитый. И эта история снова послужила командой фаз для отморозков. Я даже не знаю со стороны кого, потому что это было настолько неожиданно, но по показаниям свидетелей, это был молодой парень, порядка 18 лет, молодой, маленького телосложения. И вот, собственно, самое начало мирного митинга. Пришлось умываться снегом, Николай до сих пор не может полностью прийти в себя. А это уже мой родной Екатеринбург. В кадре мой коллега и товарищ Николай Ермаков, основатель Ермак Медиа, человеку во время шествия подбежало какое-то мурло и брызнуло в лицо из газового баллончика. Вот тут надо пояснить. Во-первых, Коля, я не хочу говорить этого слова инвалид, но физически так и есть. В свое время пережил страшную автокатастрофу. У него сейчас практически не работает одна рука и одна нога. В голове металлическая пластина, это видно даже, согласитесь, наброситься на такого человека может только позорный шакал. Ну, а во-вторых, Коля не просто журналист, он общественный деятель, он реально помогает людям. Его весь Екатеринбург знает. Мужик много лет борется с похоронной мафией, успешно борется. К нему обращаются горожане, из которых трясут многотысячные взятки, например, за место на кладбище. Которых пытаются обобрать. На траурных мероприятиях он врубается и на самом деле помогает. Вы думаете тех, кому Николай сделал добро? Поступок скота-провокатора не разозлил. Проблема режима еще раз заключается в том, что они на самом деле застряли в 90-х, действуют теми методами. А еще в том, что они никак не поймут, люди в этот раз выходят уже не за Навального. Умалишенные Киселева и Соловьева не в состоянии просто переключиться с данной повестки. Тяпкают Навальный, Навальный, не в Навальном дело уже. Народ обозлился, поскольку мерзавцы от власти охамели в конец. Им же мало просто воровать и чувствовать себя по этому поводу элитой. Они захотели эмоций. Они хотят ощущать собственное превосходство, наслаждаться этим превосходством. Поэтому они стали нас унижать. Маньяку ведь недостаточно просто уничтожить жертву. Ему важен сам процесс издевательства, а посему... Ладно, в следующем выпуске продолжим. Это была реальная журналистика. Спасибо, что тратите на нас свое время. Ребят, YouTube по-прежнему прислуживает негодяям. Поэтому мы испытываем определенные трудности. С продвижением, с трафиком не ленитесь. Ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты. Это поможет нам быть услышанными. Подписывайтесь на оба наших канала. В друзья добавляйтесь. В соцсетях мы есть везде. Телеграм, инстаграм, тикток, фейсбук. И даже контакт с одноклассниками. Темы предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за сим. Спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok